Всем привет! С вами канал СупрАндроид. Сегодня у нас видео о том, как получить рут на телевизоре LG. Причем веб-ос должен быть от 3 по 6 версию. 6 версия включительно. Там есть некоторые нюансы по ссылке, которая будет в описании видео. Вы сможете с ними ознакомиться. У меня устанавливается обычным стандартным способом. Давайте посмотрим, как все выглядит. Изначально нам необходимо проверить наш телевизор. А непосредственно, перейдя в раздел «Все настройки», проверить раздел «Общие». В нем необходимо найти пункт «Сведения о телевизоре». Непосредственно здесь смотрим версия ПО 0.5.4.0.9. Это нам понадобится, если на нашем телевизоре не получится получить рут именно на этой версии ПО. Отключить автоматическое обновление. Далее информация о телевизоре. Этот пункт тоже важен. Вам необходимо здесь просмотреть модель телевизора. Его версию веб-ос. Как видите, она у меня 4.4.0.9. И теперь все доступно. Далее нам необходимо перейти и включить еще одну функцию, которая находится в разделе «Сеть». И здесь подключить LG Connect App. Если у вас этой функции в меню нет, по умолчанию она уже включена. И теперь нам необходимо перейти к браузеру. Теперь я хотел бы сказать самое важное, что все меню, все прошивки были взяты мной из канала Telegram WebOS. Очень активный канал. Постоянно идут обсуждения. Рекомендую вам на него подписаться. И все ссылочки, которые будут под видео, будут указывать именно на этот канал и на посты, которые там находятся. Итак, оттуда же можно по переходу скачать и прошивку для вашего телевизора. Итак, теперь давайте займемся. Во-первых, необходимо проверить на вашей прошивке, поддерживается ли переход на нужную нам ссылку и поддерживается ли активация. Ссылочки я сохранил уже в истории. Давайте посмотрим. Нам необходимо будет три ссылки. Во-первых, самая важная ссылка, которую мы будем использоваться, это WebOS App Market. По переходу на эту ссылку вы сможете проверить, работает ли у вас именно получение root на вашей версии прошивки. Вам необходимо перейти по вот этой ссылке WebOS App Club Root. И здесь проверяем запрос на подключение, подтверждаем переход по ссылке и нажимаем установить WebOS App Club плюс блок системных управлений. Если у вас запуск скрипта установки, здесь ошибка, значит ваша версия не поддерживает и вам необходимо сделать downgrade, а непосредственно понизить версию прошивки. Опять-таки, где взять прошивку, ссылочка будет в описании видео и мы переходим к подготовке флешки. Флешку необходимо форматировать в FAT32, после чего создать папку вот с таким вот названием и поместить прошивку, которую вы скачаете с телеги, распаковав архив, соответственно, в эту папочку. После чего флешку извлечь и она будет готова к работе. После того, как вы сделаете все указанные действия, вам необходимо перейти по ссылочке, которая будет в описании видео и понизить вашу прошивку. Флешку вставляете, переходите по адресу и делаете downgrade. Подтверждаете запрос на подключение. У нас версию, которую я скачал USB version 0310, эта версия была скачана, поэтому у нас здесь будет downgrade. Выбираем update и дожидаемся, пока все пройдет. В процессе вам необходимо ничего не дергать, ничего не нажимать. Если зависнет, вам необходимо будет использовать другую флешку, то есть keep TV on, включить, power key, do not working, during update, то есть ничего не трогать во время понижения версии прошивки. После того, как все пройдет, мы посмотрим, что будет дальше. После того, как ваша прошивка будет установлена, телевизор перезагрузится и нам необходимо будет вновь перейти по ссылке, в которой нам предлагалось установить маркет. Программное обеспечение телевизора установлено. Отключаем, не забудьте в настройках телевизора отключить автообновление, поскольку здесь тоже будет все проситься для перехода. Смотрим настройка общие и теперь проверяем версию нашего телевизора. 5.30 это именно та версия, которая нам была нужна для того, чтобы получить root. Прошивка, еще раз повторюсь, была взята на канале WebOS. Теперь переходим в браузер для установки root. Выбираем история. Далее нам необходимо перейти на установку маркета. Выбираем ссылочку в WebOS club root.html. Подтверждаем. Установить и блок системных управлений. Файл успешно загружен. Флаг активации файла успешно загружен. Перезагрузка. И теперь наш телевизор должен быть рутирован. Произойдет перезагрузка и в меню приложений, если все прошло успешно, мы найдем маркет, который был установлен. Установлен. Инсталлинг в WebOS market. Дождитесь появления этого уведомления. Вот теперь наш маркет появился. Да, я немножечко поспешил. Вот маркет установлен. И теперь из этого приложения мы сможем устанавливать дополнительные приложения, которые доступны для установки. И устанавливаем то, что нам надо. Теперь все приложения, которые будут устанавливаться, они будут устанавливаться как виджет. Идет загрузка. К примеру, мы сейчас поставим лампу, поставим торсервер. Этим видео я хотел лишь показать, как все прекрасно работает. Что никаких установок сложных нет. Запуск по кнопке. Воспользуемся установкой по кнопке ИВИ. Устанавливаем лунчер. Дожидаемся, пока пройдет установка. Сразу переназначим. Готово. Возвращаемся вновь на наш маркет. И установим еще одно приложение. То есть, как видите, теперь у нас есть виджет для запуска лампы. Переходим в маркет и установим торсервер дополнительно, чтобы не использовать дополнительные приложения. Установка. Как видите, само получение довольно-таки легкое. Понижаем прошивку. Устанавливаем по переходу по ссылке root и оттуда же устанавливаем маркет. Готово. Перезагружаем на всякий случай телевизор для того, чтобы проверить, как у нас все установилось. Отдельно по том, как найти торсервер, если вас это заинтересует, тоже дам ссылочку в описании видео. Вам необходимо будет всего лишь загрузить вебморду. И после чего уже сможете просматривать торсервер. Он запускается обычным нажатием. То есть, идет подзагрузка. Старт, окей, сеттинг. Вот так выглядит вебморда торсервера. То есть, все работает. Здесь необходимо будет, наверное, обновиться. То есть, вебморду можете запускать непосредственно уже прямо на вашем телевизоре. Включим дополнительные настройки. Сохраняем. Как видите, приложение прекрасно работает. Со всеми функциями мы справились. Итак, теперь у нас доступен вебмаркет. Устанавливается приложение по желанию из этого же маркета. Так что, думаю, на этом видосик можно заканчивать. Список приложений постоянно расширяется. Вы здесь можете просмотреть и устанавливать приложение как виджеты. Но сам факт получения рута есть. Устанавливается приложение как виджеты. Не забудьте отключить автообновление. Я же на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok